Санс! Ау! Давай немного успокоимся! Приятель, вы посмотрите, что происходит. Что ты делаешь, Санс? Ты что жопу вытираешь? Если вам понравилось, это ведь... Да что ж ты смарка... Это же отвратительно, Санс. Я тут прощаюсь со зрителями. Ты что творишь, блин? Там большой колежок. Теперь он яйца чешет. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Здравствуйте, друзья! С вами Декарт и еще с вами Санс с автоматом. Такое вот необычное сочетание. Мало... Нет, Санс с автоматом и в бронежилете. Но он не просто так в бронежилете. Суть-то в чем? У него довольно хриловое настроение сегодня. Несмотря на то, что он так улыбается, да? Он как-то, знаете... Может быть, он проснул? Я не знаю, он мне не рассказывал. Может, он проснулся поутру, по парусам приготовил спагетти, а спагетти оказалось говно. Мало ли всякое бывает. Но, в общем, он чувствует себя сейчас не самым лучшим образом. Ему как-то скучно, ему не весело. И он чувствует, что надо бы чем-то веселым заняться. И как бы... Давай, Санс, расскажи людям шутку, например, да? Итак, шутка от Санса. Что может быть сердцу милее и дороже, чем врезать тупой бабе по роже, да? И смотрите, что происходит. Оп! Видели? Видели, какой у него огненный удар? Это я включил такую функцию в трейнере. Я скачал трейнер к этой игре, как взрывные выстрелы, взрывные удары. То есть, из чего угодно. Стреляешь из пистолета, происходит взрыв. Ударяешь человека, происходит... Смотрите. Бум! Класс, красота. В общем, Санс, недолго думая, решил устроить бэттайм, что называется. Это то, что ему нравится, то, что он любит. Санс очень любит устраивать всякие бэттаймы. И почему бы не сделать бэттайм в Лос-Антесе, раз уж его сюда судьба нелегкая занесла. Итак, Санс садится в автомобиль. У Санса теперь есть автомобиль, да. Ему уже надоело, по-видимому, со всякими сраными лодочниками там иметь дело у себя в Эндертейле. Он решил сесть в крутую тачилу. А в крутую... Крутая тачила, она для того и нужна, чтобы ездить в ней и расстреливать кучу народу. И устраивать таким образом людям то, что он когда-то устраивал, блин, мне в течение нескольких часов, когда я проходил Эндертейл. В общем, сплошной сейчас будет геноцид, сплошной бэттайм и сплошное членовредительство. В начале... В начале, я думаю, мы с тобой, Санс, просто покатаемся, наверное, порасстреливаем. Знаете, честно говоря, вспоминая вот прохождение GTA V, мне вот этого вот очень не хватало. Потому что я все время только ездил, как бы миссии выполнял... Ого, ни хрена, кто там такой борз? Все время только ездил, как бы миссии выполнял, а вот именно, чтобы покататься, побесноваться, такого не было. Ну, сейчас, как бы, мы с Сансом сейчас хорошенечко этим займемся. Что называется, за все те разы... За все те мои несколько десятков видео по GTA V оторвемся, как говорится. Устроим полнейший бэттайм, поубиваем всех, кого можно и нельзя. Кстати, вертолеты. Вертолеты тоже надо... С одного выстрела происходит взрыв. Какая красота, какой... Вот, черт возьми, он сейчас подорвет мою тачку. Нет, не подорвал, смотрите. Я вовремя успеваю... Вовремя успеваю всех расстреливать. Они только хотят... Зараза, капот снесли. Санс, нам с тачки капот снесли. Чего нам делать? Я даже не знаю. Наверное... Наверное, нам нужно расстреливать людей дальше. Сейчас у Санса один ответ на все вопросы, потому что он очень увлечен. Когда Санс устраивает бэттайм, его лучше не отвлекать. Кстати, где танки, где вся вот эта вот армия, вот гвардия, то есть национальная. Все вот это вот... Вся вот эта вот жесть, она где? Я вижу только ФБРовцев и вертолеты, и обычных полицейских. Полным-полно. Так, ребята, вы все для меня, ну, куски говна. Я вас быстро расстреляю. Я, мало того, у меня... Смотрите, у меня даже перезарядки нет. Может, вы обратили внимание. Эту возможность я в тренере тоже выставил, чтобы не было никакой ни перезарядки. Чтобы не было ни исчезающих патронов. Чтобы все взрывалось и искрилось. Но сам я погибнуть еще могу. То есть, я... Не знаю, может, можно поставить и на неуязвимость чит. Но этого я уже делать не стал. Я уже подумал, что пусть хоть какой-то элемент соревновательности, элемент хардкора остается. И так все слишком легко. Но это делается специально, чтобы было повеселее, знаете. Черт! Ну дела. Я первый раз в жизни раздалбываю тачку до такого состояния в этой игре. Раньше такого не было. Ну что, давайте спасаться бегством пытаться, да? Смотрите. Раз, взорвали, убежали. Так. Погоди, чуваки. Взорвали, убежали. Давайте, наверное... Не, сейчас, если я упаду тут, я разобьюсь. Нам надо срочно как-то спасаться. Что будем делать, Санс? Какие у тебя предложения есть? Сразу говорю. Шутки по типу Синтаб Панчлайн сейчас рассказывать некогда. Нам надо спасать свою жопу. Автомобиль? Нормально, смотрите, как подфартило. Но здоровья практически нет. Санса вот-вот грохнут. Это, кстати, нужно отметить. Смотрите. Ээээ... Ты прострелил? Ты... Ты... Ну, прежде чем стрелять, Санс, ну надо же пушку-то из окна вытащить. Ну, продолжим. Значит, ситуация такова, что... Ээээ... Этот балбес умудрился взорвать сам себя в автомобиле каким-то хреном. Хотя бы, блин, надо, наверное, пушку-то доставать из окна, прежде чем стреляешь. Ну, ничего. Это все не страшно. Дело в том, что мы продолжаем. Я тут еще, кстати, покопался в читах и отключил такую штуку, как лунная гравитация. А ну, привет! Смотрите. Видели, к чему приводит? Когда взрываешь чувака, он взлетает и куда-то... Куда-то вот туда летит. На небеса сразу, прямиком, понимаете? Такую праведную прям жизнь человек вел, что его... Эээ... В рай берут заочно, даже не разобравшись в небесной канцелярии и вообще не грамп. Смотрите. Человек вылетел, что ли? Это всегда так происходит? А ну, подождите, любую тачку взорвать? Вот, вот, допустим, сейчас, подождите. Давайте возьмем, во-первых, уберем этот сраный дробовик, чертовой матери. Смотрите. Куда человек-то делся? А ну? Не-не-не, не обязательно. Я подумал, честно говоря, что в любом случае человек вылетает из автомобиля, как торпеда летит на Марс. Но не... Ха-ха-ха-ха, Санс полетел. Санс улетел, но обещал вернуться. А как мне теперь приземлиться-то адекватно? Мне так и... Вот так вот всю игру теперь... Только не на голову, чувак, не помри. Я тебя прошу. А, давай, осторожно. Санс, осторожно. Телепорт. Майклс Хаус, Тревор Трейлер. А я вот что думаю. Чилиад. Вот, смотрите. Я попал в Чилиад. Телепортед. И вот, допустим, я сейчас отсюда спрыгну. Давай, прыгай, чувак. Как ты будешь лететь, мне интересно, с этой гравитацией? Во-во-во-во-во. Сейчас, подождите, подождите. Сейчас мы нормально на край встанем куда-то. Я хочу, чтобы он именно нормально полетел. То есть... Давай. Вот отсюда, наверное, да? Здесь уже так... Та-дам! Та-дам! Полетели. У Санса как-то, знаете, голос немного на Треворовский смахивает. Прям чуть-чуть совсем. Смотрите, как долго летит чувак. А-а-а! Он реально, как, знаете, такой танцор, которому яйца мешают. Ну, в воздухе, правда. Единственное. Не каждый способен в воздухе танцевать, а вот он способен, да. Ой, мамочки. Вот об этом я немножко не подумал. Не, реально, надо взлететь им. Взлететь им, может, и попробовать так прям сверху вниз долететь. Не, ну, хорош. Завязываем. Завязываем с этой ерундой, Санс. Мы помним, чем нам надо заниматься. Нам надо уничтожать город. Бум! Ох, красиво. Вот это мне нравится. Мне нравится подрывать отдельных людей, знаете. Машины, это, конечно, тоже прикольно. Но смотрите, как красиво летят. Хе, смотрите. Можно так очки набивать до бесконечности, пока он, блин, в космос не улетит. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, чё, посмотрим теперь. Так, смотрите. Оба! Баба! Гляньте. Санс нашарился прыгать. Санс много чего умеет. Гляньте. Он начинал тут обычным гражданином, таким же, как и все. Ну, правда, с неограниченным запасом оружия, без перезарядки, да. Ну, и небольшие поблажечки. Но, тем не менее, сейчас он научился быстро бегать, высоко прыгать. И нам сейчас, главное с тобой, товарищ Санс, найти крышу повыше. Офигеть, аж парашют. Парашют даже. Даже парашют появился от такого дерьма. О, ну всё. Теперь с этой гравитацией, пока он своими ножками тут будет сучить по воздуху. Твою мать. Нет, ну это, слушай, чувак. Это было сейчас вообще как-то неприкольно. Ты давай соберись. Мы с тобой собираемся убивать кучу народу или нет? Я вот, я чё вообще хочу? Я хочу на крышу просто какую-то запрыгнуть и с крыши всех расстреливать. Мне кажется, это будет довольно интересно. Смотрите, как они пытаются меня снизу вверх, знаете, так поубивать. Делается это довольно про... Ой, слушай, ну ты, клоун мать твою. Я, конечно, понимаю, что ты любишь смешить людей, как бы, сетап, панчлайн. Так, подождите, он не останавливается. Санс! Ау! Давай немного успокоимся, приятель. Вы посмотрите, что происходит. И что делать? Я не знаю. По-моему, сейчас кого-то вывели. Так, до какого уровня... До какой степени-то мы будем? Чувак, до какой степени мы будем так лететь? Ты расскажи мне. А вот теперь, смотрите, раз и отключаем. О, а чё ты встал? Чё ты встал-то? Я ещё не нажал отключить. А он уже встал. Да, вот так вот, Санс ходит по воздуху. Просто зашибись. Красота. Я же не знаю, он ходит вообще? Да, он ходит, смотрите. Если верить рад... Господи, боже мой. Как ты заманал вот этими своими танцами. Смотрите, как делаем, в общем. Отключаем лунную гравитацию. Сейчас, смотрите, сейчас он полетит. Летит, 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 летит. А вот разобьётся. Оп, включаем. И помогло. Видели? Вот как его легко... Что называется? Спустили Санса с небес на землю. Отлично. А теперь давайте вырубаем эту прелесть. Это тоже вырубаем. Сейчас находим крышу. Вот эта крыша нам подойдёт. Как ты думаешь, чувак? Да-да-да-да, тихонько. Тихонько. Не так, не так резко. Подожди. Давай, вот так. Нет, стоп, сейчас. Разгон, значит, надо взять. Надо взять разгон. Вот так вот. Па-па-па-пау. Отлично. Вот это другой разговор. Теперь мы находимся с вами на крыше. И теперь с крыши мы можем просто взять и вот такой вот потрясающий бэттайм устроить. Давайте, во-первых, мы сделаем так, чтобы нас... Отвали. Мобильный телефон. Давайте сделаем так, чтобы нас, во-первых, разыскивали. Поднимаем уровень розыска хорошенечко. Оп. Теперь берём вот эту прелесть. И начинается, блин! О-хо-хо-хо-хо! Просто... Просто начинается мега-эпик. Так, одного, второго, третьего. Сейчас отовсюду понабегу. О, уже едут. Уже едут, красавчики. Вот теперь попробуйте меня поймать. Теперь попробуйте меня поймать, когда я ещё, знаете, вот так вот за вот эту вот срань запрячусь. И вот так вот буду всех расстреливать. Попробуйте что-то с этим сделать. Так, а между прочим... Не, не получается. Ты чё тут делаешь? А чё он тут делает? Как он сюда попал? Подождите, подождите. Я чё-то не понял. Полезет... О-о-о! Вот это всё! Вот это всё, да? Вот это всё, что у меня получилось? Как-то печально как-то. Надо ещё попробовать. Пробую ещё раз. Посмотрим, сколько мы теперь протянем. Пока что я из пистолета расстреливаю кучу автомобилей. Абсолютно безнаказанно. Никто ничего не может сделать. Вон, люди, смотрите, летают, разлетаются. А с лунной гравитацией так вообще... Видите, 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 как можно их высоко подкидывать? Это прелесть просто. Занимался бы этим всю вещь. Ну, вечности, конечно, этим заниматься не буду. Но пока ещё немножечко побалуемся. Смотрите-ка, раз, два. Прикольно. Особенно, вот знаете, есть какое-то удовлетворение, когда ты одной пулей из пистолета это делаешь. То есть с автомата тоже круто как бы. Но вот так вот ты... Куда ты, блин, блин? Куда? А, ну, а чё? На вывеске. На вывеске кинотеатровской тоже нормально, в принципе, смотрите. И так можно. И так можно. Посражаться, повоевать. Отовсюду, вот смотрите. В чёрных точках тупо... В синекрасных точках тупо весь радар. Вот реально. Вот смотришь так и... Повсюду полным-полно полицейских машин. Но они не успевают даже подъехать, потому что... Ну, как только они подъезжают, им тут же санцевское, бэттаймовское возмездие. Поэтому... Не знаю, на самом деле, зачем они идут на верную смерть. Я бы на месте всех полицейских уволился бы сейчас из этого города. И, наверное, съехал, переехал бы куда-нибудь очень далеко отсюда. Сменил место жительства. Потому что остановить эту сволочь очень и очень непросто. И пострадает, ну, примерно столько же людей, сколько за время всей Второй мировой войны пострадало, наверное. На! До свидания. На! Полетел! Полетел, чувак! Приятного тебе полёта! Давай я тебя повыше подыму. Чтоб ты осмотрел высоты нашего бескрайнего прекрасного Лос-Сантоса с высока. Бру-бру-бру! Двоих сразу. Ну, что я могу сказать? Вот такой вот бэттайм мы устроили. Я думаю, что... Можно, в принципе, попробовать немного уже завязывать, во-первых, с этим. Усложнив себе немножко зад. Прикольно. Прикольно! Так, подождите, куда это я залез? Секундочку. Секундочку. Я вообще-то уже, как бы, честно говоря, хотел серию заканчивать, но я как-то так... Ну, меня как-то так, в принципе, убили. И он сейчас летит. Летит далеко, высоко, потому что гравитация отключена. Ну, что я могу сказать? Вот такой вот бэттайм мы устроили. Захотелось мне немножечко побеспределить в GTA, как я уже говорил. Если я не вывижу, конечно, этот момент в процессе монтажа, как я уже говорил. Мне этого не хватало за время прохождения самой GTA. Немножечко пострелять просто бездумно. А тем более, как бы, устроить еще и параллельно бэттайм. Это, сами понимаете, я всегда готов за милую душу. Ну, чё. Давай, Санс, прощаться. Давайте. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Ставьте этому видео лайк. Чё ты делаешь, Санс? Ты чё жопу вытираешь? Какие-то у Санса привычки странные появились, когда он начал тут жить. Лос-Сантос, вот так вот. Вот что Лос-Сантос со скелетами делает. В общем, так, еще раз. Если вам понравилось это видео... Да что ж ты смаркаешься? Это же отвратительно, Санс. Я тут прощаюсь со зрителями. Ты чё творишь, блин? Вот, вот, вот же характер, блин. Если вам понравилось, блин, это видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте этому видео лайк. Открывайте описание, внизу под роликом. Там большое количество... Теперь он яйца чешет, ну твою мать. Там большое количество плейлистов, есть ссылка на группу ВК, вступайте в неё, открывайте ссылки на видео плейлисты, что видите, прямо перед собой. Внизу под видео кнопочка поделиться. Если не трудно, нажимайте, рассказывайте друзьям, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.